Смотрим. Представляет. Подкаст «Радиомаяк». Сергей Стилавин и его друзья. Дорогие товарищи, завтра у нас уже начинаются выходные дни. Наш последний предновогодний эфир сегодня. И, конечно, мы помним события декабря 1922 года, когда был подписан первый союзный договор. Договор о создании Союза Советских Социалистических Республик. Об этом есть специальная табличка на Большом Театре в Москве. До сих пор не сняли. Это хорошо. И, вы знаете, на этой неделе мы встречаемся, я так понимаю, уже в третий раз с Евгением Юрьевичем Спицыным. Но мы Евгению Юрьевичу очень рады. Это замечательно. Да, потому что его любят не только мы, но и наши слушатели. Евгений Юрьевич, дорогой, доброе утро. Да, доброе утро. Всех с наступающим Новым Годом. Да. Евгений Юрьевич, но, насколько я понимаю, вот к этому подписанию союзного договора, да, ведь шли очень долго. Как вот вам видится с исторической точки зрения, когда сформировалась у советского руководства вот идея создать вот такую большую страну на таких принципах? То есть, к какому году вот эта мысль поселилась и ее начали уже, так сказать, внедрять в реальность? Сейчас я вам отвечу, Сергей, единственное, что я хотел бы вас поправить, был подписан не первый, а единственный союзный договор. Да. Потому что до этого подписывались два договора, но они были не союзными, а хозяйственными и военными. Значит, впервые, да, впервые большевики заговорили о федерации народов и государств в мае 1917 года. Просто надо иметь в виду, что до этого в программе большевистской партии идеи федерализации вообще не оставилось. Большевики изначально и традиционно были унитаристами, то есть сторонниками унитарного государства. С позиции конфедерации и с позиции федерации выступали их политические оппоненты, так скажем, ну, в частности, эсеры. Предоставление в государственной и культурно-национальной автономии многим народам бывшей Российской империи. Но жизнь заставила большевиков выступить именно с этой федералистской программой. И первые элементы этой федералистской программы были воплощены в жизнь уже летом 1919 года в разгар гражданской войны, когда был подписан первый военно-хозяйственный и политический договор между РССР, Белорусской ССР и Украинской ССР. Потом ровно через год, летом 1920 года, этот договор был пролонгирован, а уже идея подписания союзного договора, она стала активно обсуждаться, начиная с 1922 года. А к практической реализации приступили уже с конца августа 1922 года, когда была создана комиссия Оргбюро во главе с Валерианом Куйбышевым, в состав которого вошли многие видные деятели большевистской партии, в частности Сталин, Молотов и другие. И вот в процессе обсуждения этого вопроса, по сути дела, в течение одного месяца, то есть с августа по сентябрь, по конец сентября, собственно говоря, и был выработан сам этот союзный договор. При этом я замечу, что первоначально предполагалось, что все союзные республики, кроме РССР, они будут носить автономный статус и войдут в состав РССР на правах автономии. Причем я замечу, что эта позиция изначально поддерживалась и Лениным, но затем, да, но затем произошло резкое размежевание. Я в данном случае вспоминаю одно из интервью Молотова, Феликсу Чуеву, где он попытался объяснить, когда, собственно говоря, произошло это размежевание. Это вот конец сентября 1922 года, и он высказал эту мысль следующим образом, я практически ее цитирую. До определенного момента Сталин ни на йоту не отходил от позиции Ленина. Но в определенный момент Ленин двинулся вперед, а Сталин остановился на прежней позиции. Я вот долго думал, с чем связано вот это движение Ленина вперед, условно говоря. По всей видимости, это с позиции руководства Компартии Украины и Грузии. Вот этот знаменитый грузинский инцидент, связанный с Сергуа Джанетидзе, который ударил одного из своих оппонентов во время жаркого диспута, когда грузинский ЦК высказал запротив вхождения Грузии в состав Союза СССР в рамках Закавказской Федерации. То есть грузины хотели самостоятельной республикой войти в состав Союза СССР. И второй жесткий оппонент центра – это Христиан Раковский, тогдашний председатель СНК Украины, то есть правительства Украины, и многие члены тогдашнего правительства Украины, в частности Михаил Васильевич Фрунзе, как ни странно, главком войск Украины и Крыма, Григорий Иванович Петровский, старый большевик, который был главой украинского ВУЦИК, ну и так далее, и так далее. Вот их позиция во многом и повлияла на позицию Ленина, а затем и на позицию остальных членов Политбюро, которые уже 27 сентября 1922 года принимают решение о создании равноправной Федерации Советских Республик. Евгений Юрьевич, а хочется вот в этом разобраться, в таком моменте, значит, договор о вхождении, да, вот, республик в единую страну. Вот постараюсь как-то задать вопрос максимально точно. Значит ли это, что до вот этого объединения в СССР в конце декабря 1922 года власть Москвы не распространялась полностью на вот эти республики, которые входили в состав Советского Союза? Ну, то есть, понимаете, да, была ли вертикаль власти у Ленина, из Кремля, да, условно говоря, на всех этих территориях? То есть, хочу понять, почему надо было с ними договариваться? Если договариваться, то значит, не вся власть была в Москве, да, вот на этих территориях? Ну, понимаете, дело в том, что существовали республиканские наркоматы, ну, условно говоря, наркомат по военным и морским делам РСФСР, аналогичный наркомат на Украине. Там наркомат, например, по делам национальных. Ну, министерство, да, условно говоря? Ну, условно говоря, да, но связующим звеном всех союзных республик, или еще тогда советских республик, была партия и были органы ВЧК. Вот. А здесь надо было уже истеречь об объединении именно государственных органов, то есть правительственных ведомств. Поэтому и будет создан Совет Народных Комиссаров СССР и Ленин. Последний год своей жизни, ну, вернее, полтора года, но если уж брать так по-крупному, то последний год своей жизни, он был одновременно и председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР, каким он стал еще в октябре-ноябре 1917 года, и затем председателем Совета Народных Комиссаров СССР. Соответствующим образом создавались союзные и союзно-республиканские наркоматы. Вот, собственно говоря, сам договор, он и содержал предметы разграничения и ведения между союзным центром и союзными республиками. То есть это не был договор в привычном нам смысле слова. Это был прообраз некой первой союзной Конституции. И вот этот договор от 30 декабря 1922 года был заменен уже полноценной Конституцией буквально через полгода. 6 июля 1923 года принимается первая союзная Советская Конституция, которую традиционно называют Ленинской. Но обычно ее датируют 1924 годом. Почему? А потому что она была утверждена только в январе 1924 года на втором уже всесоюзном съезде Совета. Первый всесоюзный съезд состоялся в декабре, ну, 30-31 декабря 1922 года, а второй всесоюзный съезд Совета состоялся спустя, ну, чуть больше года. Поэтому ее называют Конституцией 1924 года. И с этого момента договор 1922 года, он перестал существовать как юридический документ. Он стал лишь историческим документом. Поэтому то, что произошло в 1991 году, это абсурд. Они распустили то, или, вернее, отринули то, что, собственно говоря, уже давным-давно не являлось юридическим обязывающим документом. Понимаете, это все равно, что они отменили бы Конституцию 1923-1924 года, Конституцию 1936 года и так далее, и так далее. Ну, бред полнейший. Любой юрист, даже не дипломированный, а студент-юрист, мог объяснить это на пальцах. Ну, произошло то, что произошло. Евгений Юрьевич, такой публицистический вопрос. Слушайте, ну, раз они распустили то, чего нельзя было распустить, значит, не распустили по факту? То есть до сих пор юридический Советский Союз существует? Ну, юридический, да, он существует. Более того, вы же заметьте, они же не сказали, что мы разбегаемся. Они сказали, что мы просто меняем аббревиатуру. То есть мы сохраняем союзное государство, но оно теперь будет называться Союз Независимых Государств или Содружество Независимых Государств, СНД. И они там прописали, что будет единый миссионный центр, то есть единый банк, единые вооруженные силы. Никаких границ, в том числе таможенных, не будет и т.д. А потом просто обманули народ. Говорят, а почему народ не вышел на защиту единства Советского Союза? Во-первых, он проголосовал на мартовском референдуме за сохранение Союза. А здесь народ просто обвели вокруг пальца. Сказали, что все будет по-прежнему. Мы только название чуть-чуть поменяем. Евгений Юрьевич, а из исторической точки зрения, а кто первый объявил у подписантов о создании тут своего Центробанка, условно говоря, своей армии? Россия. Россия стала инициировать вот эти процессы разбегания Союза. Причем еще до подписания, собственно говоря, Беловежских соглашений. Да, горько. Евгений Юрьевич, а вопрос. Вот смотрите, вы говорите, что именно Украина и Грузия вот были такими баламутами, да, которые не хотели унитарности. И, в общем-то, эти названия, так сказать, географически и сейчас, да, на слуху, в том же контексте. Почему? У них была разная мотивация? У той и другой республики. Как они объясняли это, что им нужно вот обязательно вот таким образом? Ну, я понял, да. Ну, Раковский, это был один из толпов траткизма. Он выступал за то, чтобы Союзная Федерация носила аморфный характер. И, как он выражался, надо 90% всех полномочий отобрать у Союзного Центра. Оставить только оборонную и внешнюю политику. Все остальное отдать на уровень республик. То есть, создать такую рыхлую аморфную конфедерацию без каких-либо жестких обязательств и реальных правов у Союзного Центра. А давайте вот об этом, гражданине-то, чуть-чуть, чуть-чуть, да, более подробно. После короткой рекламы, друзья мои, в эти дни мы отмечаем день рождения Советского Союза, да, был подписан союзный договор в 22-м году. Друзья мои, мы сегодня с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком, публицистом, замечательным другом нашей программы. Мы сегодня говорим о создании Советского Союза, подписании союзного договора в декабре, в конце декабря 22-го года. И вот две республики, то есть Грузия и Украина, не хотели входить в состав единого такого унитарного государства, да. У них такой бунт начался. Евгений Юрьевич, если чуть-чуть отмотать назад, мы же помним там и Петлюровщина, да, и Скоропадский, и все дела. В итоге-то там что за люди пришли уже от имени большевиков к власти, что они, в общем-то, с такими сепаратистскими, ну, скажем так, настроениями-то к 22-му году подобрались. Ну, дело в том, что летом 1920-го года, когда началась Вторая Советско-Польская война, Первая, 19-й год на территории Белоруссии, а более масштабные боевые действия вспыхнули уже в апреле-майе 20-го года на территории современной Украины, Житомир, Киев и так далее, да. Так вот, значит, партия бородьбистов – это левые эсеры на украинский манер, а они самораспустились, и значительная часть членов партии стройными рядами пошли в РКПБ, то есть Российскую Коммунистическую Партию Большевиков. И вот к окончанию Гражданской войны, то есть к 20-му и 21-му году, вот эти товарищи заняли большинство руководящих мест прежде всего в Центральном партийном аппарате Компартии Украины. То есть это ряженые, да, так-то, скажем так, политические? Ну, это, знаете, так, это, да, ряженые коммунисты, которые носили в кармане партийный билет, а по сути своей оставались такими мазепинцами. А там не было, Евгений Юрьевич, достаточного количества нормальных большевиков, условно говоря, без фиги в кармане? Ну, вы поймите, дело в том, что на территории так называемой Малоруссии или Гетманщины, собственно говоря, промышленного прореза это было не очень много, потому что ядро Малоруссии составляли традиционные аграрные районы. Вот поэтому потом и прирастили, да, Донбасс туда, чтобы как раз повысить процент рабочего класса, да? Нет, 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 вы знаете, это такое довольно, ну, топорное и примитивное объяснение, почему Донецкая Криворожская республика вошла в страну. Ну, хорошо, хорошо, сейчас не будем тогда, да, это, понял, что неправильно, да? Евгений Юрьевич, так вот, и вот эти перекрасившиеся, да, со своими убеждениями, да? Они, да, они стали потом как раз активно насаждать вот ту политику украинизации на рагульский манер, которую точно охарактеризовал Сталин. Он в письме 26-го года написал им, то есть членам ЦК Компартии Украины, что выдела украинизации при слабости местных коммунистических кратов, смотрите, какое четкое определение, отдали в руки местечковой интеллигенции, вот этой самой пропитлюровской интеллигенции, которая всегда будет проводить украинизацию под лозунгами детям от Москвы, дети от всего русского, дети от всего советского. Причем я замечу, что еще раньше, летом 20-го года, точно такую же характеристику украинской интеллигенции давал Дзержинский в своем письме Ленину от 20-го июня. Он там писал, я прошу прощения, я цитирую, «Местные коммунисты какие-то подонки». Я прям цитирую, что написал Дзержинский. А, вся средняя малороссийская интеллигенция, украинская интеллигенция сплошь и рядом петлюровцы. Понимаете? Вот с чем столкнулись большевики к окончанию гражданской войны. И они могли лишь соединить, условно говоря, Россию и Украину, предложив совершенно иной проект национального строительства в виде вот той как раз Союзной Федерации. Потому что к тому моменту вот эти ядовитые семена мазетничины или петлюровчины, они уже довольно серьезно поразили среднюю украинскую интеллигенцию. Врачей, учителей, профессуру, ну и далее по списку. То есть вот именно интеллигенция, да, прогнила? Именно интеллигенция. Слушайте, ну интеллигенция всегда раздувает националистические конфликты. Вы что думаете, какому-то селянину, вот особенно Куркулю, который заботится исключительно о своем дворике, анмарике и т.д. и т.п. Какие-то вот эти националистические там студии интересные? Да я вас умоляю. Особенно впитывая психологию малороссийского селянства. Для них весь мир скукоживается в рамках их хатеньки и их двора, понимаете? А, Евгений Юрьевич, а в двух словах, а в Грузии вот как сложилась ситуация с тем, что они тоже... А в Грузии дело в том, что в Грузии традиционно были сильны очень меньшинские настроения. Вот вы обратите внимание, да, что, например, исполком Петросовета и Всероссийский съезд Советов до революции, Октябрьской революции 17-го года возглавляли Чхидзе, ЦРТЛ и т.д. и т.п. Это первое. Второе. Надо учитывать особенности гражданской войны на территории Грузии, которая закончилась в 21-м году. Там ведь во многом хозяйничали не столько англичане, сколько немцы, которые опирались прежде всего на меньшевистское правительство Грузии. И опять-таки, когда гражданская война закончилась, то в стане ЦК Компартии Грузии было немало людей, которые раньше стояли на оппозициях меньшевиков. Вот. Плюс тут националистический аспект. Почему они категорически выступили против вхождения Грузии в состав Союза в рамках Закавказской Федерации? Они считали, что они так же, как Россия, Украина и Белоруссия, вправе подписать самостоятельно, без Армении и Азербайджана, этот союзный договор. Вот там, в Тбилиси, состоялась перепалка, которая, значит, дошла до рукоприкладства. Сергуар Джанетидзе, как первый секретарь Закавказского крайкома партии, повздорил, по-моему, Москов-Тарадзе, ударил его по лицу, ну и так далее, и так далее. Дело дошло до разбирательства, ведь туда, в Грузию, была пост на комиссию во главе с Дзержинским, который приехал и сказал, что вообще-то Серго прав, что действительно грузинские «большевики», в кавычках, они распоясались и заняли откровенно сепаратистскую позицию. Правда, на этот грузинский инцидент Ленин отреагировал совершенно по-другому, но это, если судить по той самой статье к вопросу о национальностях и об автономизации, которую датируют 30-31 декабря того же 22-го года. Евгений Юрьевич, а в Грузии ведь тоже, я так понимаю, с пролетариатом плоховато было, поэтому меньшевики были популярны. Ну, естественно, там единственный центр пролетариата – это межнациональный или многонациональный Баку. Во всем остальном, за Кавказе, крупных промышленных центров, тем более, где был довольно большой свой пролетариат, конечно, не было. Евгений Юрьевич, ну вот и нашли. Спасибо с вашей помощью, наконец, эту проблему. Подозревал, что что-то такое есть. Вот, оказывается, ряженые, перекрашенные большевики, ненастоящие. Вот в чем проблема с грузинами и с украинцами в 22-м году была. Евгений Юрьевич Спицын – историк, публицист, блистательный наш докладчик. И вот с Новым годом, здоровья и счастья, всего самого лучшего.